Коммунистам и либерал-демократам не удалось заблокировать принятие бюджета Омска. Депутаты Горсовета силами Единой России утвердили главный финансовый документ во втором чтении. Его поддержали 25 депутатов, 11 были против. Доходы прогнозируются на уровне 16 миллиардов 200 миллионов рублей, расходы более 17 миллиардов. Дефицит не превысит допустимых 10%. Верставших муниципальную казну критиковали за нехватку доходов. Представители фракции КПРФ и ЛДПР сочли лишними траты на КТОСы и деятельность муниципальных СМИ. По мнению коммуниста Леонида Михаленко, ждать денег из областного бюджета бессмысленно. Их там тоже нет. Все беды считает депутат от несправедливого распределения доходов в Москве и пассивности депутатов законодательного собрания региона. Для начала 40 миллиардов пообещали добавить в Крым. 35 миллиардов пообещали добавить, что Крым живет хуже, чем Омская область. Не верю, но они получают финансированные. Почему на развитии Омской области ничего не выделяется? Вы посмотрите, сколько налогов платит ДОМС и сколько платит Чижня или ДУЧК. Впрочем, у вице-спикера городского парламента нашлось, чем парировать критику оппозиционеров. Как подчеркнул вице-спикер Горсовета Василий Мамонтов, у депутатов должны быть конкретные предложения, как пополнить городскую казну, а не размышления, на что лучше тратить деньги. Зато парламентарии добились выделения средств на решение самых актуальных для города проблем. Так, 150 миллионов перенаправят на благоустройство, ремонт тротуаров, межквартальных проездов и освещение. Средства, по словам вице-мэра Омска Инны Порыгиной, смогли найти как раз за счет сокращения расходов на КТОСы и пиар-мэрии в СМИ. Продолжение следует...